Родители всегда хотят, чтобы их ребенок добился успехов. И именно поэтому большинство мам и пап выбирают спортивные секции для развития своего чада. Но иногда остается вопрос, а туда ли мы определили ребенка? Ответ на него смогли найти родители 50 детей, которые прошли специальный тест на предрасположенность к занятиям различными видами спорта. Ване Мельнику всего 9 лет, но он уже успел попробовать свои силы в нескольких видах спорта. Последнее его увлечение – лыжные гонки. Мама мальчика Анна говорит, что ее сын уже год с большим удовольствием посещает занятия и тренируется с упорством взрослого мужчины. Они летом становятся спортсменами-марафонцами, вообще легкоатлетами, лыжники. Лыжероллеры летом у них проходят тренировки, 4 тренировки в неделю вообще, а летом мы жили на базе лыжной, поэтому ей очень нравится это занятие, самое главное – ребенку. Сейчас у них проходит одна тренировка в тренажерном зале, одна тренировка на стадионе, занимаются бегом и различными физическими упражнениями, и две тренировки на выходных в Чуприяновке на лыжной базе, а непосредственно сейчас на лыжах-роллерах они там катаются. Определить, правильный ли путь выбрал юный спортсмен, семья пришла на площадку проекта «Стань чемпионом». Он включает в себя четыре этапа тестов. Первый – антропометрическое исследование. Здесь специалисты определяют физическое развитие ребенка, его конституцию и пропорции, состав тела и состояние опорно-двигательного аппарата. После первичных исследований наступает второй этап – функциональное тестирование. «Берется ЭКГ в течение пяти минут, там мы смотрим вариабельность ритма сердца. Это показывает состояние здоровья ребенка, как он предпособлен к нагрузкам, хорошо ли сердце перекачивает кровь. Следующий тест – это полиспектр, он показывает, хорошо ли приспособлен организм к спорту или нехорошо, то есть нужно как-то вызвать способности». Далее Ваня проходит спирометрию – тест на объем легких. «Видох, выдох». Чем больше они могут потреблять кислород, тем выносливее человек. На этом изучение организма специалистами закончилось. Следующий этап – определение психофизиологии. «Мы здесь смотрим простую зрительно-моторную реакцию детей, скорость реакции на движущийся объект, силу рук, динаметрию левой руки и правой руки, смотрим оценку динамического тремора». Здесь главные показатели – свойства нервной системы, сила, подвижность, уравновешенность и скорость сенсомоторной реакции. После этого наступает время заключительного этапа – спортивное тестирование. Скорость в челночном беге, гибкость мышц и суставов в наклонах, а также ловкость и выносливость – это ключевые компоненты, из которых и сложится результат. «На основании 84 видов спорта дается этот результат и показывается в процентном соотношении наиболее подходящий вид спорта». Через час специалист, тестировавший Ваню, уже рассказывает его маме об итогах. «Он хорошо справляется с физическими нагрузками, к болезням устойчивым должен быть и психоэмоционально совладает с собой. Руки на полсантиметра длиннее, чем длина тела. В принципе, хорошие руки, то есть выше нормы, выше среднего. Поэтому такие виды спорта, допустим, как плавание, баскетбол, волейбол могут чуть больше подходить, нежели, если бы у него были руки короткие». По результатам общего тестирования Вани на 82% склонен к пулевой стрельбе, чуть меньше к видам легкой атлетики, в частности, к бегу на средней и дальней дистанции. Его любимые лыжи также оказались в списке, но чуть дальше от начала. Предрасположенность к ним чуть более 40%. Но это не беда, говорит мама мальчика. Лыжные компоненты всегда можно подтянуть. Да и задуматься о пулевой стрельбе никогда не поздно. «Мы остались довольны очень, потому что знаем теперь, над чем нужно работать, что нужно. В общем и целом техника у ребенка неплохая, нам рассказали об этом. Но нужно показатели свои физические все улучшать». Теперь с этими результатами Ваня пойдет к своему тренеру, который в свою очередь обещал скорректировать план тренировок с учетом полученных показателей. Продолжение следует... Продолжение следует...